Помните Люди, покуда сердца стучатся, помните Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните Песню свою отправляя в полет, помните О тех, кто уже никогда не споет, помните Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили Во все времена бессмертной земли, помните К мерцающим звездам ведя корабли, о погибшем, помните Встречайте трепетную весну, люди земли Убейте войну, проклините войну, люди земли Мечту пронесите через года и жизнью наполните Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните Война, какое страшное слово Любая война это всегда грохот разрывающихся снарядов Кровь, смерть, слезы, страдания Великая Отечественная война длилась 1418 дней И внесла более 20 миллионов жизней наших соотечественников Немецко-фашистские захватчики отличались особой жестокостью В том числе по отношению к мирному населению оккупированных территорий Они не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей Фашисты стремились полностью устребить славянские народы Организовывая массовые расстрелы, сжигая целые села, бомбежками, превращая в руины крупные города Пожалуй, наиболее жесткой формой массового уничтожения мирного населения и военно-пленных Были концентрационные лагеря Концентрационный лагерь – места для принудительной изоляции в реальных или предполагаемых противниках государства и политического режима В отличие от тюрем обычных лагерей для военнопленных и беженцев Концентрационные лагеря создавались по особым декретам во время войны и обострения политической борьбы В концлагеря и лагеря смерти помещались в основном евреи, цыгане, немецкие политзаключенные, антифашисты, деятели движения сопротивления Военно-пленные, а также другие лица, которые подвергались преследованиям нацистов и жестоким пыткам 20 век навсегда запомнился человечеству ужасами Второй мировой войны и кровавыми преступлениями нацистского тоталитаризма Одним из символов злодеяний нацизма по праву считают лагерь смерти Аушвицбергенау, расположенный возле польского города Освенцин Именно этот печально известный концлагерь стал местом самого массового уничтожения мирных граждан за всю историю человечества Общее количество жертв лагеря смерти Аушвицбергенау до сих пор не установлено По различным подсчетам это от 1 до 4 миллионов человек Узники лагеря уничтожались в крематориях, гибли из-за нечеловеческих условий труда, голода, холода, жестоких наказаний, эпидемий и медицинских экспериментов Лучшие техники и инженеры Рейха искали пути наиболее дешевого и массового уничтожения целых народов и рас Одним из результатов их работы стало изобретение газовой камеры и крематория После прибытия в лагерь заключенных сортировали на пригодных и непригодных к работе Детей, стариков, инвалидов прямо с железнодорожной платформы перегоняли к газовым камерам и крематориям Жертв загоняли в так называемую раздевалку Людям приказывали полностью раздеться, затем их вели якобы в душ На самом же деле, несчастных направляли в газовые камеры По приказу дежурного врача открывались баллоны с ядовитым газом циклоном Б И их содержимое через вентиляционные трубы направлялось в газовые камеры Спустя считанные минуты жертвы умирали от удушия и отравления Затем человеческие тела отправлялись на сожжение в крематории А полученный в результате этого пепел использовался для удобрения сельскохозяйственных полей Основной задачей узников концлагеря была тяжелая работа на благо Третьего Рейха На въезде в лагерь новоприбывших встречала надпись на немецком языке Арпитмахтфрай Труд освобождает Вот только освобождение рабский труд никому не приносил Смертность работников уже за первые 3-4 месяца после прибытия составляла порядком 80% Людей заставляли вручную переносить тяжести, работать на лютом морозе и под палящим солнцем Подобные особенности труда в условиях полуголодного существования и постоянных побоев Моментально подрывали здоровье даже самых крепких узников Последствия утраты работоспособности для них было лишь одно Смерть в крематориях и газовых камерах История известен не только такой жестокий лагерь, как Освенцем, но и множество других Один из них Бухенвальд В переводе с немецкого Бухенвальд означает «буковый лес» Но с лета 1937 года слово Бухенвальд связывают не с красотами немецкой природы, а с мучениями и гибелью десятков тысяч людей За время существования концлагеря через него прошли около 250 тысяч человек Около 56 тысяч из которых были уничтожены Бухенвальд имел также целую сеть расположенных неподалеку филиалов Узники всей системы лагерей Бухенвальда использовались на тяжелых работах, в том числе на подзимных заводах, где строили немецкие ракеты Фау-2 Тех, кто был занят на секретных объектах, уничтожали Многие умирали от непосильного труда На узниках Бухенвальда проводились и медицинские эксперименты В частности, заключенных специально инфицировались сыпным ТИФом и туберкулезом, испытывая новые вакцины Уничтожение врагов нацистского режима не прекращалось на протяжении всего существования лагеря И все же, несмотря на все истязания, некоторым удалось выжить У каждого из узников концлагеря был свой путь, своя история Общим же стало то, что пройдя через боль и страдания в концлагерях, эти люди сумели сохранить волю к жизни и веру в человечность Несмотря на все ужасы и лишения жизни за колючей проволокой, многим узникам удалось не только сохранить человеческое лицо, но и демонстрировать чудеса человеколюбия и самопожертвования Международный день освобождения узников фашистских концлагерей был установлен в память о восстании в Бухенвальде Которое произошло 11 апреля 1945 года, когда к лагерю приблизились войска союзников Узники обезоружили и захватили в плен около 200 охранников И когда в лагерь вошли американцы, он уже находился под контролем заключенных И вот, находясь в этой комнате, напоминающей медицинский кабинет, заключенный никогда не думал, никогда и не подозревал, что эти несколько шагов он сейчас делает в последний раз в своей жизни И лишь только планка ростомера опускалась над головой, как и в соседней комнате на уровне затылка эсэсовец проталкивал дуло пистолета Выстрел, обрывалась человеческая жизнь Каждая минута, один труп И вот, когда мы вечером пришли с работы, то сказали, блока детского уже нету, их всех уничтожили Это был вечер И вот это с правой стороны лагеря против цыганского, который там находился, их туда увозили, и там их жгли И день был такой пасмурный, и мелко моросил дождь, и давление, как бы сказать, само давление в природе Этот дым не сильно возвышался, а он как бы стелился над землей Пламя, вырываясь из топок на 2-3 метра, поднималось ввысь, и там соединялось это облако с дождевым облаком И казалось, что обратно падали детские слезы и материнские Сейчас выжившие узники концлагерей живут среди нас Их осталось совсем немного, они скромны и, как правило, незаметны В День Победы их не узнаешь по блеску орденов и медалей И пусть они не принимали участие в боевых действиях, не ковали победу в тылу, для нас они герои Эти люди, избившие в детстве чашу войны, полную горя, страданий, унижения, голода, побоев, одиночества и полной незащищенности Заслуживают нашего искреннего уважения Мы обязаны помнить о них и передать эту память потомкам Мы благодарны героям, которые не жалели себя Именно благодаря им мы знаем такое великое слово, как победа Пусть дни войны тянулись очень долго Пусть быстро мчались мирные года Победы под Москвой, под Курском и на Волге история запомнят навсегда Пусть вы сейчас отцы и деды, виски посеребрила седина Вовек вам не забыть весну победы, тот день, когда закончилась война Пусть многие сегодня не в строю, мы помним все, что делалось тогда И обещаем родину свою сберечь для дела, мира и труда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok